Военнослужащие инженерно-саперной бригады вооруженных сил Кунаевского гарнизона оказывают помощь пострадавшим от паводка североказахстанцам. Паромной переправой перевозят гуманитарную помощь в село Прибрежное Козлажарского района. Из-за большой воды населенный пункт остался без дорожного сообщения. С помощью военнослужащих из Кунаева решается вопрос электроснабжения Прибрежного. На плавающем транспортере в село доставляют генераторы. Елена Черкова живет в Прибрежном с рождения. Когда село стало подтапливать девушку, вместе с другими сельчанами эвакуировали спасатели. Сейчас они с мужем проживают в Бесколе. В заблокированном населенном пункте остались родители Елены. К счастью, их дом вода не тронула. Сейчас, благодаря чудо технике, спасибо огромное, кто предоставил эту технику, у Прибрежного есть возможность подключиться к свету. Надеюсь, что жители будут подключены к электроэнергии, все, кто там остался. Такого наводнения не было. В 2017 году было, но была переправа спокойно, дома не были потоплены. Было нормально. У нас, слава богу, все обошло, поэтому мы должны помогать людям, которых потопило. Действительно, хочу сказать спасибо волонтерам, честникам, всем, огромное спасибо, кто предоставил технику такую, что людей не оставили в беде в такой сложный период. Привезенной техникой могут воспользоваться и специалисты водоснабжающей компании «Козложар-Су». Военнослужащие из Кунаева помогают горводоканалу в проведении восстановительных работ, чтобы как можно скорее обеспечить потребителей качественной питьевой водой. На том берегу работает у нас понтонно-мостовый парк. Это одно звено. На нем устанавливается насосная станция для обеспечения воды в городе Петропавловск. Основная задача – это у нас оказание помощи, переправы, получается, переправлять личный состав, мирное население, далее технику. Наверное, и животные, наверное, тоже будут перемещать и переправлять на этот берег. Всего в мероприятиях по устранению последствий паводка задействованы более 700 военнослужащих из Кунаева, Караганды и Астаны. С целью повышения возможности эвакуации населения, доставки гумпомощи и проведения восстановительных работ в наш регион выдвигаются дополнительные силы и средства понтонно-мостового парка. Валерия Филатова, Александр Янсен, МТРК